привет мои дорогие мои хорошие подписчики мои друзья с вами канал артмания пришла его только что с рынка ходила я на рынок снимать улицу я не стала холодно снег чу снимается лишний раз ничего особенного на улице нет все все те же места вы их уже миллионы раз видели вот я подумал что будет что-то интересное то сниму но я не стала снимать магазин так что там на рынок я попала на губернский там все дорого все мне ничего не надо я просто сходила посмотреть я хотела поискать птичье молоко может быть думаю здесь продается конфеты потому что до ашана очень ехать далеко и не знаю может думаю рядом с домом есть но я там нашла за 180 рублей но они какие-то мелкие какие-то как-то странно выглядят в обоих магазинах я подумала лучше я съездю в ашанду там хоть это часто берут привозят свежие потому что у них давнишние уже лежат годами вот и потом попала на на рыночек купила орешки сейчас я вам покажу какие там купила орешки вот смотрите покупочки эти вот смотрите у меня уже были я до этого купила время такие вот орешки вообще обалденно вкусно с кунжутом блин они нереально вкусные эти вот мелкие тоже они такие мягкие вкусные не помню как называется даже попался мне один мексиканский орех кстати они тоже очень вкусные дорогие вот когда сам набираешь на вес можно подцепить с краешку пока никто не видит но это по-моему сам лежал тут я уже половину съела а еще мне попалась кстати вот шоколадные в этот раз я брала их почему-то не было и брала я в прошлый раз вот эти вот белые штуки они вообще жесткие нереальные так тяжело разжевать но здесь бананы бананы хрустящие бананы вообще обалденные вот эти вот я сегодня ходила посмотрела по 300 рублей за килограмм стоит они тоже очень вкусные в этот раз я их брать не стала вот ну естественно там попадаются всякие сухофрукты какой-то изюм а вот жённые с сахаром вот это тоже арахис вкусные всякие вот в этот раз я взяла вот он такой жённый арахис взяла вот это 220 стоил я здесь не знаю что-то взяла поменьше короче она вкусная здесь на 100 рублей взяла они 200 стоят как раз вот кунжутом и вот эти вот сейчас откроем взяла как раз вот эти как раз здесь вот в ней находится вот этот вот который очень тяжело жуется не знаю наверное маме отдам вот он жённый этот бананы но я постаралась сделать так чтобы вот эти не попали попали в основном вот эти вот они прямо обалденно вкусные вот эти вот вкусные ну немножечко этих эти я наверно буду кашу добавлять мусори мне так понравилось всегда в детстве их откладывала мне прям не нравились а сейчас мне что-то так понравилось вот и второй мешочек взяла вот таких же вот мне что-то классненько в этот раз тоже вместе с этими жённый арахис вот эти вот орехи а вот вот эти еще орешечки короче сегодня у меня был поход за орехами и конечно же вот вместе вот с этим вот была история с этими бананчиками правда в другом магазине но целая почти что история сейчас я вам ее расскажу да именно вот с этими орешками приключился мне история да вот с этими вот орешками с бананчиком которые я вышла из рынка решила все магазины подряд там обойти посмотреть кто что продает думаю может быть запомню потом если мне что-то понадобится думаю я приду вот зашла значит там один магазин орехов продается нерусская девушка молодая стоит смотрю вот эти вот с бананчиками я говорю у вас есть по отдельности продаются эти вот орешки не орешки я сказала просто рукой тыкнула вот это по отдельности у вас продается она смотрит на меня так с вопросительным знаком как будто я сказала на каком то вообще совершенно другом языке даже не русском даже не на ее языке а непонятно каком молчит я такая думаю блин зря наверное я сюда зашла думаю там вообще никто в этот магазин даже не заходит там ну все время сколько уже миллионы раз там проходил народ там вообще никогда нету зачем я зашла туда думать какие там могут быть цены там какой там мне не обслуживают наверняка она меня спрашивает что я говорю у вас вот эти говорю есть по отдельности продаются опять тишина как уникдоте каком-то она что на бананы мне игры бананы тоже говорю и орехи говорю вас продается или нет и так долго приходится ждать ответа и я понимаю то что я уже начинаю торопиться но блин я не могу стоять ждать ответ от нее так долго пока она там надумает что сказать есть или нету потом она выдает конце концов через минуты две все есть я думаю как долго то а я развернулась думаю пойду сама посмотрю поищу ну ладно и про себя думаю да конечно все есть нифига там ничего нет ну посмотрела там вроде что то есть я думаю блин она не сможет меня обслужить нормально пойду думаю лучше я в свой магазин думаю там хотя бы по-русски говорят и они мне подскажут расскажут там все как положено вот зашла в другой магазин купила я по 100 рублей вот эти вот орешки с кунжутом вот полкило я взяла там 200 рублей за килограмм вкусные прям обалденно я говорю хрустящие а я говорю они не жесткие нет хрустящие нет ну попробуйте беру зубами прожевываю она хрустящая с кунжутом прям вообще сладкая так обалденно я говорю хрустящая он говорит давайте на 100 рублей а потом пошла в свой я кстати на него уже делала обзор на этот магазинчик там где-то даже на аватарке фотография его есть можете внизу посмотреть там какие цены там по-моему я довольно хорошо поснимала там очень всегда много народу особенно выходные я зашла там было битком прошлый раз мы с Женей ходили вдвоем там было битком очередь была на кассу то есть там все свежее все хорошее цены хорошие прям такой хороший магазин я не первый раз уже там беру вот и взяла вот все оставшись у меня вышло на 280 рублей и плюс вот то 100 рублей ну прям вот орешки такие вот вот эти вот я не знаю на следующий раз я уже ель дотащила 300 рублей вот такие стоят за килограмм есть вот оранжевые а есть еще красные и там как-то вкус называется барбекю или там не помню с чем-то там вот всякие там кучки сборные сборные с орешками я тоже как-то раз покупала там и миндалики шью там и все и то и то вот так же сухофрукты особенно эти мне нравятся вот они лежат такие вот кучками и там вот сбоку лежит кучка там разные сухофрукты целиком то есть там ну пластик киви допустим инжир там еще что-то и рядом лежит другая кучка когда человек берет с этой кучки эти вот там инжиринки перепрыгивают на ту кучку и как-то раз вот я помню надо было попробовать что ж такое рядом здесь лежит а покупать не хочется хочется купить соседнюю кучку я раз так с той кучки забираю несколько ягодок и в ту кучку раз так в мешочек себе вкладываю и все домой пришла попробовала ну вроде так ничего там ну вроде вкусно ну нет наверное не буду брать там еще одну возьмешь там ну так средненько ладно хорошо что не взяла не совсем уж вкусно так вот и так же кстати у них продается кубиками кокосовый кокос да разрезанный кубиком то есть если целиком брать там около 200 или 300 рублей ну что-то прям дорого мешочек там или килограмм не знаю а я брала вот какой-то тоже там был собранный как раз вот кокос был кубиками что-то там какие-то изюм там вот всякие вот эти вот мне прям понравился кокос я хотела уже взять по отдельности ну думаю что-то 250 или 300 наверное там стоило что-то дорогое я думаю ну его нафиг думаю один кокос только брать думаю это дороговато вот тут прям вообще орешки мне лежат такой приятный запах никогда на самом деле не покупала такие орехи вот что-то стояла в очереди и думаю дай попробую возьму взяла прям понравилось вот все время обычно покупала просто чисто орехи и сушеные бананы вот я раньше брала потом они что-то такие жесткие стали перестала брать стала брать помылу сушеную вот она у меня прям вообще расходится перед компьютером сидишь пожевать вот что-нибудь такое хочется сладенькое я прям с удовольствием вот или эти разрезанные как их там короче еще какие-то там а ну да кстати в прошлый раз купила такие тоже лепестками они очень вкусные бананы они прям вообще вот смотрите классные ну жестовато немножко может быть еще холодные бывают знаете бананы вот разные бывают если они толсто нарезанные тогда они жестковаты а бывает тонко нарезанные поэтому я люблю вот сама выбирать начинаешь там выбирать совочком там подцепляешь так это толстыми не надо это вот потоньше вот этот вот этот я возьму этот и там раз раз как в магазине у меня был конфеты покупала я сосучки а там сосучки с тремя вкусами лимон яблоко и какая-то красная ягодка то есть желтое зеленое или мужские зеленые или яблоко не знаю и красное а мне не надо яблоко ягоды какие-то мне не надо мне надо цитрусовый мне надо лимон ну я прям этот лимон там руками вот так нахватала нахватала в оберточках сложила себе там короче что-то не килограмм набрала девушка на кассе взвешивает такая смотрит все желтое там только одна красненькая ну думаю ладно возьму так и быть попробую может понравится зелененьких там парочку вот там по штрих-коду смотрят на конфеты какие раз так зырк на меня мол набрала самые вкусные взяла которые невкусные оставила вот так же с орехами я в первый раз когда пришла тоже набрала самые вкусняшки себе а мне как потом парень подходит говорит а так у нас нельзя я говорю ну говорю мне вот эти вот орешки не надо говорю они тяжело жуются там этот фундук мне не надо говорю мне аллергия на него говорю ну что я его буду брать то говорю у меня там схватится аллергия и все вот а вчера кстати вчера дима вот сейчас у мамы находится я сегодня сейчас скоро уже пойду время у нас часа три четыре пять шесть через три через два часа пойду уже вот вчера мы с мамой ездили на птичку покупали плитку ну почти уже купили плитку будем класть я уже кстати об этом рассказывала сейчас я посмотрю блин а уже время целых десять минут я уже болтаю давайте я вам расскажу в следующем ролике сделаем по частям вот вы сначала этот ролик а потом выйдет следующий ролик там я вам расскажу про про то как мы съездили на птичку вам будет интересней хорошо давайте сейчас с вами попрощаюсь а завтра будет история про птичку тоже интересная давайте всем пока пока пишите комментарии